В области объем финансирования сферы образования ежегодно растет. Например, если в прошлом году из бюджета было выделено 280 миллиардов тенге, то в этом году сумма составила 319,2 миллиарда тенге. Об этом и многом другом рассказали представители областного управления образованием в ходе брифинга на региональной площадке коммуникации. На брифинге глава управления образования области рассказал о подготовке к новому учебному году и о проводимых работах. Главной новостью этого года стало начало работы пилотного проекта «Индиго. Электронный детский сад», запущенного с 1 июля. 1 июля текущего года в соответствии с пилотным проектом через платформу «Индиго. Электронный детский сад» жителям города Тарас начали оказывать государственные услуги и выдавать ваучеры. В настоящее время для поступления в дошкольные организации выдано 3123 направления. Система данного направления позволит контролировать фактическое количество детей, обеспечивая доступ очередников к дошкольным организациям и прозрачность финансирования. Государство ежегодно уделяет особое внимание улучшению качества образования и укреплению материальной базы. Соответственно, выделенные средства также значительны – 319,2 миллиарда тенге. Однако, по результатам проведенных профилактических работ были выявлены и определенные недостатки. В мае 2024 года проведен мониторинг 106 образовательных учреждений. В области 182 школы нуждаются в капитальном ремонте. На сегодняшний день в 9 организациях образования области проводится капитальный ремонт. 60 школ не имеют спортивных залов, в том числе 8 общеобразовательных, 14 основных средних и 38 начальных. В 31 школе начального и основного среднего образования не имеются столовые. В этом году в регионе планируется совершение строительства 19 образовательных объектов. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 5 объектов. В результате будут решены проблемы 4 школ с трехсменным обучением, 3 школ с изношенными зданиями и 2 аварийных школ. Мадьяр Салыков, Голымжан Есимбаев, Айхан Ахпарат.